Вот так и списывали, пока не закончились деньги на счету. Спасибо еще, что в минус не увели. Это из живого журнала «Москвича» Алексея Надеждина. Жалуется на своего мобильного оператора. Мол, регулярно и в течение долгого времени снимали рубли с баланса за рассылки, которые не подключал. Ну, вроде бы стандартная история недовольного клиента. Точнее, была бы стандартной, если бы речь шла о телефоне его владельца. Но нет, здесь все гораздо интереснее. Потому что подписались на платные сервисы, внимание, ворота на въезде в садовое товарищество, где находился дом Надеждино. Но может показаться бредом или, в крайнем случае, мистикой, а на деле тянет скорее на научную фантастику. Поскольку ворота тут все-таки необычные, оснащены так называемым GSM-реле, то есть открываются и закрываются по звонку с телефона. Соответственно, и сим-карта для входящих действительно есть. Но есть-то есть, а самостоятельно подписаться на какие-нибудь новости спорта или кулинарные рецепты, металлическая решетка с приводом, понятно, не могла. В чем же дело? Узнаем у Антона Подковенко. Антон, приветствую. Приветствую. А вдруг там помимо сим-карты еще и искусственный интеллект? Ну, в этом случае, наверное, ворота подписались бы на что-нибудь стоящее, по-настоящему. Вообще, эта история, конечно, если серьезно, для нашей эпохи гаджетов, умного интернета очень характерна. Вот эти умные в кавычках ворота. А это GSM-реле с сим-картой, которую на них установил Алексей Надеждин. Он, кстати, в технике действительно разбирается, даже блог свой ведет. Новинку, которая полгода позволяла открывать ворота по звонку с телефона, он изучил подробно и даже подписчикам своим рекомендовал. А потом они вдруг открываться перестали. Я полез разбираться, что же случилось. Оказалось, что баланс симки стал равен нулю. Я запросил детализацию за полгода и оказалось, что начались какие-то очень странные списания. 15 рублей в день, пока баланс не стал нулевым. Ворота Алексея Надеждина подписались на три платных сервиса. Абсолютно серьезно. Какие-то советы, автомобильные новости. Ворота не просто получали смс, что нормально. Они отвечали на сообщения, в которых не было хозяйского пароля. Это может быть ошибка. Поступила команда от этой сим-карты на ввод USD-запроса о подключении на ту опцию, скажем так, прощение ленты новостей или гудок или любой другой опции. И система не понимает, что эта сим-карта стоит в воротах, а не находится у человека в планшете. И беспрепятственно подключает ей положительный баланс. Судя по этим распечаткам, первая подписка появилась в апреле за 4 рубля в день. Потом через неделю добавилась другая, стоит столько же. Еще неделя прошла и новая опция. Уже 7 рублей в день. Странная системность. Разумеется, эта история ярко выраженный фейл со стороны операторов. Это лишний раз показывает, что у них не все чисто. Их снова поймали за руку. И чем больше будет умного интернета в нашей жизни, умных вещей, тем чаще начнут подписываться на рассылки утюгей, сковородки, стиральные машины, холодильники и прочее. Подписки в ворот Алексея Надеждина, конечно, убрали. По первому же требованию хозяина и деньги ему вернули. 280 рублей. Сколько было на счету. Дело ведь не в этом. История-то, оказывается, и правда очень характерная. Огромное количество людей в комментариях пишут, что у них происходило то же самое, что у них котлы подписывались на сервисы, сигнализация в машине подписалась на сервисы и прочие-прочие подобные истории. Когда я обратился в абонентскую службу оператора, первое, что мне ответили, что все подписки возможны только согласие абонента. И тогда я сказал, что я не соглашался, а мои ворота тем более не соглашались. Они не умеют, они глупые. И, конечно, существует вероятность, что вот эта китайская маленькая коробочка GSM-реле как-то работает неправильно. Сотовый оператор, по словам Надеждина, называет случившееся редчайшим стечением обстоятельств и предлагает ему перейти на другой тариф без дополнительных опций, пока ворота еще на что-нибудь не подписались. Ну, кстати, они подписывались-то по профилю, ворота на автомобильные новости. Да. Об интеллектуальных воротах Антон Подковенко.